Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Инвестиции в искусство. Современные художники». Как вы знаете, на этой неделе идут третьи недели эфиров, когда художники показывают уже готовые работы практически, которые потом остается немного дошлифовать и уже через неделю показать полностью готовые работы. И вот сегодня с нами наша коллега из Москвы, московская художница Мария Соколова, которая работает над чудесной работой, которая называется «Лилия дружбы». Мария, приветствуем вас! Здравствуйте! Приветствуем. Ну что, давайте я сразу выведу на экран текущее состояние вашей работы, которая называется «Лилия дружбы». Друзья, я напомню, что речь идет о таком иносказании, о метафоре. Китайская лилия, ее еще называют леопардовая, уникальный цветок. В России она есть в виде комнатных растений. И она стоит, китайская лилия, цветы стоят в русской вазе, в узнаваемой вазе кжель, на узнаваемой салфетке такой, или как ее называют, из вологодских кружев, которая является вологодскими кружевами. Кстати, мы видим такой характерный рисунок и на кружевах, и внизу также лилия, ромашка присутствует, чтобы подчеркнуть вот этот антураж российско-китайских отношений. Очень хороший задний план, друзья, такой нейтральный, в то же время сочный, насыщенный. И, кстати, мне нравится очень стол или что это такое, так тоже нейтрально. Немного даже абстрактно это получается. И поэтому первый вопрос, как вы относитесь к абстракции в данной работе? Это умышленно или случайно такой изумительный стол у вас получился? Ну, это специально, да, это замысел. Потому что мне хотелось сфокусировать именно вот, чтобы ваза с цветами была в фокусе. Вот, и ничего не отвлекало. Поэтому это вполне умышленно, да. Ну, как вы в прошлый раз обсуждали, да, я уже делилась этим замыселом, что хотелось. У меня очень плохой звук почему-то, я не могу понять, в чем дело. Мы вас слышим прекрасно. Да? А я как будто себя слышу, так вот у меня. А вы у себя сайт Utrade TV закройте, и у вас не будет эхо. Сайт закрыть? У вас есть, помимо системы, где мы с вами находимся, у вас открыт, наверное, еще и сайт Utrade TV. Нет, оно у меня не открыт, у меня, вот я только тебе грузилась. Ну, ладно, главное, я вас хорошо слышу, да, то есть без помех, я себя не слышу, но, в принципе, ладно. Вот. Главное, чтобы мы вас слышали, а мы вас слышим прекрасно. Да, ну, отлично. Вот, то есть это такой замысел, да, то есть акцентировать, вот именно в центре поставить именно вот сам Утюрморт, да, то есть там у вас, цветы, ромашки вот эти, лилию рядом, жива, вот. А остальное сделать нейтральным, да, это замысел. Я поняла. Слушайте, ну, у вас действительно получилась практически готовая работа, вот, все прописано, и к ЖЭЛе, мне кажется, вы взяли очень удачное такое вот решение. Как вы, как, с ЖЭЛе, понятно, примеров много, как с кружевами, откуда вы взяли идеи, с каких сайтов по кружевам? Я смотрела сайты, на которых вот делают именно эксклюзивные кружева, да, вот ручной работы, и, оказывается, они делают еще их на каких-то специальных коклюшках. Вот, вот эта вот тесьма получается такая вот толстая, да, посередине, и вокруг такой тоненький узор. В общем, очень, очень витиевато все это, ну, необычно, да, они отличаются, действительно, вологодские кружева от обычных кружев, а не другие, вот. И поэтому, да, я искала какие-то, ну, как это вообще, вот, да, отличается, ну, чтобы было ясно, что это вологодские. Я понял. Я извинюсь, спрошу, что такое коклюшки? Ну, какие-то, какие-то, я так поняла, что это спицы какие-то, приспособления такие, чтобы получалось вот это вот в середине, такая основная как бы тесьма, да, а по краям там коклюшки используются, еще какие-то вспомогательные инструменты, вот. То есть такая технология, она не такая простая, на самом деле, она сложнее, чем обычные кружева, просто вот крючком там вяжут или спицами, крючком, по-моему, не спицами. Вот. А тут все сложнее. Я понял. Ну, вот видите, какой большой пласт, так сказать, культуры вам пришлось поднять, русские кружева. Мы о своей культуре, кстати говоря, мало достаточно знаем. Здорово, здорово. Что из сделанного было самым трудным, что тяжелее всего далось, Мария? Не знаю. Все в стандартном режиме, да? Ну, даже не знаю, что именно. Ну, у меня еще работа, она в процессе, она еще не закончена. Вот. Но, наверное, сложнее всего было это все вот скомпонировать, потому что у меня же нет такого четкого прям вот примера, да, ну, кроме вот того, что я сначала, да, сделала такой визуализации, да, я искала, хотела найти себе живые цветы, вот эти вот лилии, но не нашла, к сожалению. Вот. Поэтому пришлось вот прям изучать их по фотографиям в интернете, чтобы изобразить что-то похожее. Это было сложно, да, что нет, что не было возможности именно писать с натуры, это было сложно. Если бы, конечно, вот прям все это, все это можно было прям вот увидеть, да, то есть приходилось это, ну, как бы немножко изобретать, что ли, того, чего нет. Было самое сложное, да. Я понял, у вас сами цветы получаются. Ну, да, так-то я понял вашу идею купить, поставить перед собой, и отработать, это было бы, конечно, интересно, замечательно, без сомнения. Я удивлен, потому что вот эта комнатная, в России она растет как комнатная, китайская леопарда валилия, я слышал, что ее можно купить где-то, но, видимо, не повезло, может быть, не сезон, знаете. Может быть, не повезло, я спрашивала даже в цветочных магазинах, говорят, что бывает, бывает, но просто не сейчас, может быть, не сезон, действительно. Я понял вас. Мария, ромашки, они у вас такие немножко даже голубоватые. Голубоватые, это отблеск от бежели, голубоватые такие, или просто освещение вот такое, что они у вас не чисто... Ну, это и отблеск, и освещение такое, чтобы вот не выглядело все так однообразно, да. А у меня на переднем фоне у меня ромашка, она недоработанная еще, да, видно, она такая темная. Я ее недоработала, потому что, ну, как бы на таким невысохшей масляной краске не получится, то, что я хотела, замысел. Вот, то есть она будет поярче. Ага, я понял вас ясненько. Ирина Вячеславовна пишет, очень похоже на технику ирландского кружева, это вот салфетка под вазой, да, и пишет, у нас ее много растет на улице во всех дворах. Ирина Вячеславовна, лилия, или ромашки. Интересно, а где вы живете? Куда мне ехать, все за лилией? Лилия, серьезно? Лилия? Потрясающе. Лилия, главное, я знаю, она живет в Ростове-на-Дону. А, да? Правда? Я понимаю, почему там лилия может расти, она там теплее, естественно. Там теплее, да, там просто теплее. У нас еще пока только эти математика, дуванчики, вот я видела, и похолодание. Поэтому лилия не растет, к сожалению. Какая лилия? Я сегодня кепку даже достал опять снова, поэтому тут не дали. Да, да, к сожалению, было уже так тепло. Ну вот, ждем. Слушайте, я удивлен, кстати говоря, что у нас лилия на юге представлена, китайская. Ну вот видите, какая связь с культурой, мы даже не знаем. Я тоже удивлена. Еще не сезон, пишет Ирина Вячеславовна, ну понятно. Здорово, здорово. Слушайте, ну вы внутри, конечно, мощный импрессионист. Настолько такое грамотное сочетание цветов. Прямо приятно смотреть на эту картину. И прямо здорово, здорово. Ничего не могу сказать. Спасибо. Поэтому, ну я надеюсь, что, так сказать, когда вам, ну неделя остается, я думаю, этого достаточно будет, да, чтобы подсохло пару дней и прописать детали. Как вы сами, не в панике, не торопитесь? Все нормально в штатном режиме? Я думаю, что хватит, да, как раз подсохнет. И я смогу, ну, завершить, потому что хотелось бы некоторые акценты расставить, вот такие уже, ну, отшлифовать, скажем, да, доделать. Ну, в крайнем-то случае, если какие-то акценты не успеете, у вас еще будет время, на следующей недельке 27 эфира, а сдача работает только 16 мая, то есть там еще пару дней подсохнет, и какие-то листировки-то еще можно будет делать. Естественно, в этом плане у вас выгодно, что вы во вторник выступаете, скажем, они не в пятницу, потому что в пятницу тот уже, у кого дней поменьше остается. Ну, у нас, кстати, в пятницу выступает Екатерина Ивлева, которая очень быстро работает. Вот у нее этой проблемы нет. Вот насколько стили разные, написание, работа. Спасибо большое, Мария. Вы говорите о том, что надо будет доработать. Что в первую очередь будет дорабатываться, помимо ромашки, которая на третьем плане? Ну, хотелось бы акценты некоторые сделать, то есть такая вот, сами цветы, да, чтобы они были немножечко разнились, чуть-чуть вот. Вот я больше на это, наверное, имею в виду. То есть, ну, может где-то что-то дописать, там где-то подправить. Вот, наверное, на таком уровне. То есть, как-то прям, ну, сильно резко не будет меняться совсем-совсем что-то другое. Я помню. Вы хотите, я помню, чтобы они не были как близнецы-братья, все-таки какую-то индивидуальность, скажем, да? Ну, да, да, именно я про это, да. Но на самом деле они, конечно, отличаются, опять же, на фото. На фото это меньше заметно, но мне хотелось бы больше, чтобы... Вот фото, на самом деле, тоже подсказывает какие-то. А фото всегда сокращает цвета, конечно же. Сокращает и делает более однообразным. Но в то же время это еще и какая-то где-то подсказка дается. То есть, окей. Вот, где можно сделать больше акцентов. Лиссировки какие-нибудь. Понял, спасибо, Мария. Ну, а задний план навевает воспоминания обо всех импрессионистах, которых я только знаю. Классика жанра такая получилась у вас. Ясненько, спасибо. Мария, вот вы работаете уже больше двух недель над этой картиной. Как вам, нравится такой сюжет цветы? Вообще цветы вам нравятся, как объект написания работы? Мне цветы вообще нравятся. И как объект тоже я и до этого рисовала цветы. Ну, больше с натуры, конечно. Вот мне не так вот, а с натуры. Цветы, да, нравятся. Леопардовые лилии, тем более, что это, ну, такие необычные, очень теплые. Теплые, я люблю больше теплые цветы. Такие вот огненные, яркие. Я понял. Сейчас все пытаются объяснить все пристрастия человека гороскопом. Вы как-то гороскопом объясняете свою любовь к теплым цветам и сочным таким насыщенным тонам цветов? Ну, конечно, я же лев по гороскопу. Такой этот оранжевый, оранжевый, песочно-оранжевый кот, теплолюбивый, любящий солнце. Конечно, объясняю. Так и есть. Я понял. Вы гороскопами интересуетесь, я так понимаю. Ну, мне больше привлекает ведическая астрология, интереснее. Я даже была в Индии, я даже ходила к ведическому астрологу. И это несколько иначе происходит, чем вот такие, ну, общий гороскоп, а это индивидуальный, составляют гороскоп, учитывая все какие-то нюансы, особенности. Причем индийская астрология, она отличается от западной, то есть там может находиться планета вообще в других состояниях. Очень интересно, что действительно многие вещи, они вот подходят, совпадают. Вот, например, мне астролог говорит, что я очень творческая. Он увидел в моем гороскопе, видимо, планеты, которые как-то говорят об этом. Вот так вот. Я понял вас. Я думаю, что он схитрил. Он знает, что только творческие люди ездят в Индии. Вот я, например, не был в Индии. Как-то меня не тянет. А творческих людей, конечно, тянет в такие яркие страны. Ну, там в Индии говорят, что красот немерено, куда не поедешь. Поняли вас, Мария. Спасибо вам большое за рассказ на эту тему. Астрология, кстати, я искренне верю, что она влияет, влияет как-то на нашу жизнь. У нас тоже элементы астрологии встречаются. Я, например, если чувствую, какие-то события приближаются, я всем открыто говорю, что сегодня по звездам богатства и удача подстерегают вас за углом. Надо брать. Или ретроградный Меркурий. Это надо, значит, аккуратненько все. Очень любят говорить про ретроградный Меркурий. Прямо на слуху какое-то это выражение. Да, да, да. И у нас все обожают этот ретроградный Меркурий, как вроде символ каких-то, так сказать, неожиданных, неприятных событий, или там убытка, или еще чего-нибудь. Хотя, ну я не знаю. А вообще ретроградный Меркурий, он вообще сам по себе что означает? То, что что-то в каком-то там доме или еще что-то такое, да? Ну да, что, ой, это сложно, если объяснить. Я не астролог, конечно, но планета движется не прямо, а как бы как будто назад. Ну на самом деле, конечно, такого не бывает. Но вот такое вот астрологическое событие. И получается, она обратный эффект дает. То есть Меркурий, ну он вообще связан с торговлей, да, наверное, все об этом знают. Вот, и поэтому тут, если ретроградный Меркурий, очень осторожно в делах надо быть. То есть это не значит, что вообще все плохо, а это значит, что надо проявлять какую-то осторожность где-то. Может быть, где-то не спешить, где-то подумать больше. Ну помню, ясно. В ночных джунглях? Ой, я была не на экскурсии, я была, я Новый год встречала в ночных джунглях. В чем сблудилась? Да, я купалась в ночном море, где был вот этот светящийся планктон, яркие звезды. Так что у меня было все вот самым-самым диким образом. Но неожиданно, я не ожидала. Меня позвали встречать Новый год в джунгли. Я думала, что там бунгало будет, а там оказалось ничего, нет. Это было очень экзотично, самый необычный Новый год и до ночных джунглей как раз. Я так понимаю, вы там были не одна, я так надеюсь. Я была в компании, ну конечно, я поздно не решилась на такое. Я была в компании, вот и меня так позвали туда, я не ожидала, честно говоря, что там будет так дико. То есть для меня это уже через чур, конечно. Но зато очень интересный опыт, необычный. Еще ливень тропический пошел ночью, в общем, все по полной программе. Зато есть что вспомнить. Это точно, это точно. Это мне сразу напомнило, как Александр Македонский вторгся в Индию. Он пишет, мы, ну в смысле, современники пишут, мы перешли границу Индии, пошел ливень, который продолжался два месяца. Он в сезон дождей пошел, опал, видимо, муссоны. Вот я не была в сезон дождей, я была около сезона дождей. Когда начинаются дожди, да, они очень мощные. Причем интересно, я не могу это объяснить, но я два раза Новый год встречала в Индии, и вообще зимой там нет дождей. А вот на Новый год два раза был дождь. Вот именно прямо в новогоднюю ночь. Как это объяснить, я не знаю. Ну, это объясняется очень просто, на наше счастье это называется, понимаешь? Ну, конечно, на счастье, я не сомневаюсь. Все на счастье, дикие джунгли вот эти все тоже, все это на счастье. Дикие джунгли. Ну, Жень, и там и удавы всякие бегают, и что такое нету там. Это же опасное мероприятие, по джунглям-то бегать. Ну, получается, да, мы ходили в темноте и искали, где же наш лагерь находится. Хорошо, хоть я не одна была, но все равно, конечно, наше было так удовольствие. Еще и лагерь потеряли. Боже мой. Вот это было развлечение. И Илья Вячеславовна подвергает меня устой критике, пишет, что там вот про богатство за углом говорите, но при этом не даете адрес угла. Ну, знаете, гороскопы же они такие неточные. Адресов вообще не дают. Вот Мария подтвердит. Мария, поняли вас. Спасибо вам большое за рассказ по вашей картине. Мы видим ее позади вас. Она еще более ярко выглядит. Прямо видно, что вы... Так, мы любим. Да, да. У вас получается картина настроения прямо вылитая. И причем такое же жизнерадостное, жизнелюбивое, как и ваша первая работа, сказка Киралы. Поэтому вот в этом плане, в плане позитива и в плане жизнелюбия, видимо, это, так сказать, проходит по красной линии по всем вашим работам, я так понимаю. Я надеюсь. Я думаю, что вам поручить или попросить написать «Царство Аида» там с чертями, со всеми, они все равно будут веселые и пританцовывающие. Они будут там развлекаться, да? Да, да, да. Будут танцевать. Потому что яркая лава, такая ярко-оранжевая тоже лава. Я уже даже представляю. Да, кстати, интересная идея можно писать. Да, да, да. Что-нибудь такое по мифам. Да, да. Друзья, это замечательно, когда такой позитивный настрой в жизни. И тем более он отражается в работах художника. Мария, спасибо еще раз вам огромное. Желаем вам успешной торговли. С огромным интересом ждем готовую работу через неделю. Спасибо. Всего хорошего. Всем хорошего дня. До свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok